Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Лада Ладная»! Причины и симптомы ветрянки. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Ветрянка – чрезвычайно заразное инфекционное заболевание. Как говорится, распространяется со скоростью ветра. Человек становится переносчиком болезни еще за два дня до того, как обнаружит первые симптомы. Именно из-за этой особенности 90% населения успевает переболеть ветрянкой в детстве. Не приобретя иммунитета против этой болезни в 3-12 лет, есть риск ощутить ее на себе в зрелом возрасте. Несмотря на аналогичные симптомы, возбудитель ветрянки в организме взрослых ведет себя гораздо агрессивней. Более длительный период протекания болезни, более обильная сыпь, усиленный зуд, температура до 40 градусов, болезненное глотание, образование гнойничков, общий упадок сил, возможные осложнения. Если вы заболели, придется установить карантин и отложить все личные контакты минимум на две недели. Наверняка в вашем окружении найдутся те, кто еще не обзавелся пожизненным иммунитетом к ветрянке. Главный неопровержимый симптом – высыпания, которые появляются по всему телу, на груди и животе, в руках и ногах, лице, в волосах на голове, языке, небе, в носу и даже в промежности. Сыпь превратится в волдыри диаметром 2-3 мм, наполненной жидкостью. Пузырьки невыносимо чешутся, но вас ожидает избытание на выдержку, так как чесать их категорически нельзя. Это грозит рубцами и шрамами на месте волдырей. А если это область бровей, бороды и усов, то и некрасивой плешью. Что такое ветрянка? Ветрянка – одно из самых распространенных острых инфекционных заболеваний. Характеризуется высыпаниями на кожу и слизистых оболочках в виде мелких пузырьков и лихорадкой. Передается воздушно-капельным путем. Чаще всего ветрянка поражает детей и подростков. Считается, что ветрянкой лучше переболеть в детстве, так как с возрастом это заболевание протекает в осложненной форме, с энцефалитом, первичной ветряной пневмонией. Причины ветрянки. Заболевание вызвано вирусом семейства герпесов. Восприимчивость населения к этому вирусу очень высока. Поэтому 70-90% людей успевают перенести заболевание в детском или подростковом возрасте. Как правило, ребенок подхватывает инфекцию в детском саду или школе. Источником болезни служит инфицированный человек в последние 10 дней инкубационного периода вируса и первые 5-7 дней с момента появления сыпи. После перенесенной ветряной оспы формируется пожизненный иммунитет. Однако встречается и повторное заражение. Вирус может годами спать в организме переболевшего ветрянкой человека и в один момент проснуться. Причиной могут послужить нервные перенапряжения или стрессы. В таких случаях у взрослого может развиться опоясывающий лишай. Не имея явных признаков сыпи, тем не менее, такой человек является распространителем болезни. Также возможно инфицирование вирусом через плаценту от мамы к еще нерожденному малышу. Для беременных она особенно опасна, так как может вызвать развитие врожденной ветряной оспы у ребенка, преждевременные роды или привести к гибели плода. Осложнения ветряной оспы возникают обычно в связи с сопутствующей вторичной инфекцией абсцесс, пиодермия, сепсис, флегмона. Иногда через неделю после появления сыпи развивается вирусно-аллергический менингоэнцефалит. Известны также случаи очагового миокардита и нефрита. Симптомы ветрянки Инкубационный период длится от 1 до 3 недель. Для детей характерны общее недомогание, головная боль, повышенная возбудимость, снижение аппетита и плаксивость. У взрослых в этот период нередко диагностируется повышение температуры тела, недомогание, головная боль, тошнота и рвота. Следующий этап развития болезни связан с появлением сыпи на коже и слизистых оболочках. Повышается температура тела, увеличивается уровень интоксикации организма. У детей сыпь появляется раньше, чем у взрослых. У взрослых более ярко выражена интоксикация, а лихорадка сохраняется намного дольше. Кожа покрывается мелкими красными пятнами. Через несколько часов становятся выпуклыми и превращаются в мелкие пузырьки. Сыпь хаотично распространяется по всему телу, но чаще всего локализуется на голове, шее, лице, груди и животе. В пузырьках содержится прозрачная жидкость. Через один-два дня пузырьки засыхают, и на их месте образуются корочки. Иногда могут появиться гнойники. После отторжения корочек могут остаться рубцы. При этом наблюдается ухудшение общего состояния больного. Поражения эпидермиса становятся более глубокими. У взрослых пузырьки почти всегда трансформируются в гнойники. Сыпь продолжается дольше и распространяется обильнее, чем у детей. Отпадение корочек происходит позже. На протяжении болезни появляются все новые и новые пятна, сопровождаемые повышением температуры тела. С появлением пузырьков у детей и взрослых начинается сильный зуд, особенно на слизистых оболочках. Клинический этап ветрянки длится от 5 до 8 дней. Одновременно с прекращением сыпи исчезает и интоксикация. У абсолютного большинства исход заболеваний благоприятный. Опоясывающий лишай как осложнение ветрянки Коварство вируса ветряной оспы состоит в том, что, однажды заразив человека, он никуда не девается, а годами латентно живет в организме и в результате стрессов может напомнить о себе в зрелом возрасте опоясывающим лишаем. Источником заражения в большинстве случаев оказывается больной опоясывающим лишаем. Однако вирус может активизироваться и после контакта с больным ветрянкой. Замечена подверженность опоясывающему лишаю у людей в возрастной группе 50 лет и старше. Больше половины пожилых успевают перенести заболевание. Это объясняется тем, что у людей с возрастом ослабевает иммунитет, появляются хронические заболевания, организм становится восприимчив к вирусам. Как правило, при опоясывающем лишая высыпания появляются на одной стороне тела, спереди или сзади, по ходу пораженного нерва. Иногда высыпания располагаются на голове и лице. Заболевание диагностируется красными бляшками на коже, зудом, сжением и покалыванием кожи. Боль, как и сыпь, локализуется с одной стороны тела. К тому же больной жалуется на разбитость, слабость, высокую температуру. Следующий этап заболевания – образование пузырей, наполненных жидкостью. Они лопаются и на их месте возникают язвочки. Возздоровление длится от двух до пяти недель, пока язвочки заживают и покрываются корками. Заболевание еще долго напоминает о себе болезненными ощущениями по ходу пораженного нерва. Опоясывающий лишай опасен осложнениями – ревматизмом, артритом, пневмонией, миокардитом, невралгией. Для их предотвращения принимают антигерпетические препараты. Ветряная оспа может приводить к тяжелым осложнениям, связанным с воздействием вируса и реакцией организма на него, например, ветряночному ларингиту, трахеиту, энцефалиту, менингиту. Также возможны глубокие поражения эпидермиса кожи с образованием заметных рубцов. При распространении ветряночной флоры могут наблюдаться такие осложнения заболевания, как нефрит, гепатит, миокардит, артрит. Также возможно вторичное присоединение бактериальной флоры и гнойное воспаление. Ветрянка у беременных Ветрянка у беременных заслуживает отдельного разговора. Кроме риска для будущей мамы, есть опасность и для плода. В результате ветряной оспы ход беременности может нарушиться и даже самопроизвольно прерваться. Именно поэтому лечение ветрянки беременным стоит проводить под строгим наблюдением врача. Не стоит излишне переживать. Ведь аномалии у такого новорожденного диагностируются всего в одном случае из 100. При ветряной оспе без осложнений преждевременных родов и самопроизвольных абортов у женщин не отмечено. Однако иногда возможно отклонение, так как вирус посредством плаценты может проникнуть к плоду от матери. Описаны случаи врожденных пороков, патологии зрительного аппарата, умственной и физической отсталости, паралича. Замечено, что заболевание ветрянкой у будущей мамы на ранних сроках до 3,5 месяцев практически не опасно для плода. При развитии ветрянки на сроке до 5 месяцев риск для будущего малыша чуть увеличивается, а с 5 до 9 месяцев почти сводится к нулю. Составляют исключение последние дни вынашивания плода. Они-то и составляют главную опасность. Если беременная заболела за несколько суток до родов, то в 15% случаев вирус поражает внутренние органы малыша. Чтобы предотвратить такую ситуацию, матери и новорожденному как можно скорее вводят сыворотку с антителами. Малыша изолируют от мамы до тех пор, пока опасность заражения не пройдет. Лечение ветрянки Ветрянку лечат дома и только при тяжелом течении заболевания в больнице. Решение к госпитализации принимает лечащий врач. Как правило, специальной терапии не требуется. До прекращения сыпи больного следует изолировать. Ребенку и взрослому с ветрянкой рекомендуется постельный режим длительностью до 8 дней. Постельное белье желательно менять как можно чаще, а нательное – каждый день. Подойдет одежда из мягких натуральных тканей. Больному необходимо пить больше жидкости и соблюдать диету молочно-растительного характера. Пюре из протертых фруктов и овощей, молочные каши. Соки лучше разводить водой в пропорции 1 к 1. Из рациона больного следует исключить кислые, острые и соленые блюда. В домашних условиях красные пятна и пузырьки обрабатывают зеленкой или 1-2% раствором марганцовки. Если высыпания появились в ротовой полости, следует проводить полоскание рта антимикробными средствами, например, раствором фуроцелина. На протяжении всего периода болезни больного беспокоит постоянный зуд. Однако расчесывание можно занести в ранку инфекцию. Если это случится, пятна на коже заживают дольше и даже могут остаться в виде рубцов. Лучше всего коротко остричь ногти, а малышу стоит надеть на ручки хлопчет бумажные рукавицы. К тому же зуд усиливается с появлением пота, так что врачи не советуют укутывать больного в теплое одеяло. Стоит обратить внимание, что теплый воздух в помещении также способствует обострению зуда. Лучше всего дать больному влажную холодную салфетку, пусть прикладывает к тем местам, которые хочется почесать. Для снижения лихорадки применяют лекарства, содержащие ивупрофен или парацетамол. При ветрянке противопоказан аспирин, который повышает восприимчивость к развитию синдрома Рейе. Лечение ветрянки народными средствами. Лечение ягодами и медом. Больному рекомендуется есть свежие ягоды черники или пить в виде сока. Вещества в ягодах черники ослабляют вирус возбудителя ветрянки. Также можно лечиться настоем из плодов малины, плодов аниса, цветков липы и коры ивы. Компоненты измельчить и смешать. Столовую ложку сырья заварить в 300 мл кипятка. 10 минут томить на огне. Дать настояться около часа. Выпить по глотку в течение дня. Мед является уникальным лечебным продуктом. Поможет он и при ветрянке. Нужно выдавить из лимона сок, добавить мед. Средство принимать 3 раза за день по 5-7 грамм. Один стакан зеленых орехов перемолоть в мясорубке. Затем смешать со стаканом меда. Прием по одной чайной ложке 2 раза за день. Принимать 10 дней в период выздоровления. Средство хранить в холодильнике. Лечение ветрянки ромашкой. Существует несколько народных способов лечения ветрянки ромашкой. Способ 1. Измельчить траву и цветки ромашки. 60 г сырья залить литром воды и довести до кипения. Процеженный отвар влить в ванну и купать больного утром и вечером по 10 минут. Способ 2. Поровну смешать цветки ромашки, траву мать и мачехи, траву цикория, цветки календулы, корень лопуха и цветки бессмертника. Приготовленный сбор дозой 40 грамм заварить полулитром кипящей воды. Дать настояться в термосе 8 часов. Принимать 4 раза в день по 3 стакана. Способ 3. 10 г измельченных компонентов, мелисы, ромашки, базилика и календулы заварить в стакане кипятка. Отвар настаивать 15 минут в теплом месте. Пить процеженным после завтрака и ужина. Лечение ветрянки отварами и настоями. Мумиё является действенным народным средством лечения ветрянки. 0,1 грамм мумиё растворить в половине стакана теплой воды. Раствор пить утром до еды. Средство имеет противовоспалительный и общеукрепляющий эффект. Сок сельдерея полезно принимать утром, в обед и вечером незадолго до еды. Доза 10 грамм. Это улучшит аппетит и обмен веществ больного. 2 чайные ложки петрушки кудрявой измельчить и всыпать в литр кипятка. Настаивать в теплом месте в течение 1 часа. Отвар принимать процеженным 3 раза в день по 1 чайной ложке. 1 столовую ложку измельченной травы овса высыпать в стакан воды. Запарить 10 минут. Настаивать в течение 1 часа. Отвар принимать процеженным утром, в обед и вечером до еды. Доза 40 грамм. Измельчить корень цикория. 6 столовых ложек сырья заварить стаканом кипятка. Дать настояться. Принимать 5 раз в день по 20 грамм. Измельчить траву пастушьей сумки. 40 грамм заварить в 2 стаканах кипятка. Настаивать около 2 часов. Настой разделить на 4 порции и принимать в течение суток. Средство рекомендует в случае тошноты и рвоты. Лечение ветрянки наружными средствами. Купание. Существует множество народных способов лечения ветрянки. И ниже я приведу самые эффективные из них, подходящие для наружного применения и ванн. Каждые 4 часа сажайте больного в прохладную ванну на 15 минут. Растворите в воде полстакана пищевой соды. Это ослабит зуд. Можно насыпать геркулесовую крупу в носок, завязать и опустить в ванну. Смешайте 10 капель бергамотового масла с оливковым маслом. Состав используется для протирания и в ванн. Эти масла подсушивают кожу и снимают зуд. В 5 литрах воды сварить кило ячменя. Процедить. Обтирать больного ячменным отваром. Такая ванна имеет противозудное действие. Измельчить траву календулы. Подогреть 60 г календулы, предварительно заваренные в литре воды. Вылить процеженный отвар в ванну и купать больного по четверти часа утром и вечером. Кожу не тереть. Подогреть 60 г измельченного чистотела, предварительно заварив в литре воды. Процеженный отвар влить в ванну и купать больного дважды в сутки по 10 минут. После купания тело аккуратно промокнуть полотенцем. Смешайте уксус, водку и воду в пропорции 1 к 1 к 2. Протирайте этим средством тело больного 3 раза в сутки. 200 грамм сухой травы тысячелистника всыпать в 5 литров воды. 3 часа настаивать. Затем вылить состав в ванну. Купать больного не менее 15 минут. Если тревожит зуд в ротовой полости, приготовьте настой из шалфея. На 2 стакана кипятка необходимо 20 грамм сырья. Дать настояться полчаса. Полоскать рот процеженным отваром. Также можно полоскать рот соленой водой или время от времени держать во рту лед. На 2 стакана кипятка необходимо 20 грамм измельченных ноготков. Настаивать 3 часа в термосе, процедить. Этим составом полезно обтирать кожу больного. Лечение ветрянки у взрослых народными средствами. Ветрянка, ветряная оспа, представляет собой острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Вирус довольно неустойчив к внешней среде. В большинстве случаев ветряная оспа переносится еще в детском возрасте, и после этого организм становится невосприимчив к ней. Но нередки случаи заболевания и в более позднем возрасте. Повторные заболевания ветрянкой крайне редко встречаются в медицинской практике. У взрослых первые симптомы ветрянки проявляются в виде кожных высыпаний, сопровождающихся высокой температурой. Сыпь может появиться практически по всему телу, а это нередко очень пугает взрослых людей. Образовавшиеся водянистые пузыри лопаются, а на их месте появляются влажные язвочки неприятного вида. Кроме того, к симптомам заболевания у взрослых можно причислить сильный зуд в области высыпаний в дополнении к жару и ознобу. При их обнаружении следует обратиться за медицинской помощью и оставаться дома. Народное лечение ветрянки Лечение ветрянки у взрослых несколько отличается от детского лечения. Температуру обычно сбивают после 38,5 градусов, а зеленкой ничего не обрабатывается. Врачи рекомендуют принимать вовнутрь антигистаминное средство и для смазывания папул пользоваться маловитом. В данном случае при ветрянке очень важно избежать бактериальных осложнений. Также во время заболевания важна диета. Врачи в основном рекомендуют употребление растительной и молочной пищи. Немаловажную роль играет и питье. Следует в большом количестве употреблять травяные настои, чаи и воду. Принимать ванну или душ не рекомендуется только в острый период высыпаний. После того, как папулы немного присыхают, можно мыться под душем без применения мочалок и агрессивных моющих средств. Помимо традиционного лечения существуют и некоторые народные средства для борьбы с заболеванием. Применяются они только после консультации с врачом. Лечение ветрянки при помощи ромашки. Заварить 10 г измельченной травы мелисса, календулы, ромашки и базилика в одном стакане кипятка и оставить отвар настаиваться в теплом месте на протяжении 15 минут. Процедить его и пить после завтрака и ужина. При ветрянке у взрослых подойдет еще одно средство. 6 ст.л. измельченного корня цикория заварить в стакане кипятка. Дать отвару хорошо настояться. Принимать на протяжении 5 дней по 20 г. Хорошо лечит ветрянку и трава пастушья сумка, для чего 40 г измельченной травы заваривается в 2 стаканах кипятка, после чего смесь настаивается 2 часа. Полученную жидкость делят на 4 части и принимают в течение дня по одной порции. Данное средство нередко рекомендуется от тошноты и рвоты. Некоторые народные целители считают его довольно эффективным в борьбе с ветрянкой, в частности, при заболевании взрослых. Примечания по лечению ветрянки Перед применением методов и рецептов народной медицины необходимо заранее обсудить их с врачом. Необдуманное их использование или замена ними назначенным врачом лекарств может негативно отразиться на здоровье. Эксперт-редактор Мачалов Павел Александрович Врач-терапевт Благодарю Вас за просмотр! Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы! И заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok